Любой, кто окончил школу номер 57, должен уметь играть следующую мелодию. 7.40. А что такое музыка с точки зрения математики? Что это такое? Что такое нота ля, которую я брал? Что такое ми? На флейте это понять довольно сложно, потому что флейта скрывает механизм образования звуков, а то, как именно звуки образуются, хорошо, понятно, на гитаре. Что здесь происходит? Вот это ми, вот это ля. Вот это называется 440 герц. Что значит герц? Значит, 440 раз в секунду колеблется струна. А вот этот звук ми, он на пять полутонов ниже. На гитаре очень хорошо все видно. Смотрите. Ми, фа, фа, ри, соль, соль, ля, ля, ри, си, до, фа, ри, си, ля, ри, си, до, фа, ри, си, ля, ри, си. Я сыграл октаву. Почему и это? И это называется одним словом ми. Нам кажется, что играется одна и та же нота. Дело в том, что длина струны, вот отсюда, где она фиксируется порожком, вот досюда, вот этой точкой делится ровно пополам. И это означает, что колебания вот этого остатка струны, да, по законам физики, они будут вдвое более частыми, чем колебания вот этого вот полной длины. Каждый раз, когда я отступаю по струне и зажимаю на следующем ладу, у меня происходит поднятие на один полутон, как говорят музыканты. Заметьте, что здесь эти порожки идут гораздо чаще, потому что, чтобы поднять частоту на один полутон, надо уменьшить длину струны в некоторое количество раз. Внимание, я повторяю, чтобы поднять на один полутон, нужно уменьшить длину в несколько раз. На что это намекает? На что я намекаю, когда я говорю, что что-то на переводится во что-то в? Математики бы сказали, что есть единственная такая, ну самая популярная функция, ну и при некоторых условиях она вообще единственная, да, которая плюс переводит в умножить. И функция эта называется логарифмом. Это означает, что наши уши укорачивания длины струны и, соответственно, поднятия звука в какое-то количество раз воспринимают как поднятие на один полутон. Поэтому вот это всё каждый раз, остаток мы укорачиваем в одно и то же количество раз, мы сейчас поймём в какое. А наши уши говорят, что мы каждый раз поднимаемся на один полутон, доходя до ноты ми и поднимаясь здесь как бы на целую октаву. Вот, то есть наши органы слуха, они логарифмически устроены. Ну и, соответственно, мы говорим, что вот ми и ми отличаются в два раза. Это непосредственно видно по звучанию. Итак, вот струна колеблется полная, а вот я зажимаю её посередине, она начинает колебаться вот так. Почему они похожи? А вот почему. Дело в том, что вместе с основным колебанием струны на самом деле происходит колебание той же самой струны во всех, так сказать, во всех частотах, таких, что длина вот этого колебательного участка обратно пропорциональна частоте. И, соответственно, если длина уменьшается в целое количество раз, в целое, то можно соответствующую обертонику услышать. Обертон, соответствующий обертон, он реализуем данной струной. То есть если данная струна как бы частично колеблется, зафиксируясь в этих двух точках, то она колеблется вот в три раза более, в три раза более высокий получается у неё тон. Ну а если в два раза, то, соответственно, вот это посередине зажать. Ну и частота увеличивается в два раза. Наш слух воспринимает это, что нота просто та же самая. Потому что все обертоны потом, вот эти вот, которые мы делим ещё, вот этот отрезок на сколько-то раз, любое кратное деление вот этого вот отрезка является автоматически кратным делением и большого тоже. И только некоторые, так сказать, некоторые деления большого отрезка не укладываются в схеме деления отрезка половинного. Вот. То есть чётные, если мы берём чётные верхние звучания для длинной струны, то они будут верхними звучаниями и для укороченной в два раза. И абсолютно любое укороченное звучание короткой стороны будет звучанием и для длинной. Поэтому мы чувствуем, что почти всё, что мы слышим, совпадает здесь и здесь, и воспринимаем это как одну ноту. Вот. Но ещё интереснее, что на самом деле есть ноты, идущие через несколько полутонов, и они тоже воспринимаются ушами как, ну, скорее созвучия, то есть аккорд, да, что-то приятное для слуха, а не режущее наш слух. Вот. Что это такое за ноты? Ну, например, если взять семь полутонов, поднять на семь полутонов, то вот такие две ноты будут звучать хорошо. Ну, вот это, скажем, ля и следующее ми так устроены. Ну, и если пять полутонов дальше отступить, будет более высокая ля, вот сюда. Вот здесь будет ля следующей октавы. И почему-то вот этот интервал тоже звучит для нас приятно. Давайте в этом всём разберёмся. Итак, прежде всего, если поднятие на один полутон это увеличение частоты в какое-то количество раз, то обозначим его, это количество раз за х, то есть в х раз на один полутон. Если я ещё на один полутон поднимаю, то будет уже в х умножить на х, то есть в х квадрат раз. Если я поднял на 12 полутонов, то я х 12 раз на себя умножил, и это должно быть поднятием в два раза ровно. Ну, давайте поймём, что здесь мы сократили в х раз, здесь сократили ещё в х раз, значит, отсюда досюда сократили в х квадрат раз, а досюда досюда мы сократим еще в х раз, получится и х кубе раз, и х четвёртый раз, и х пятый раз, и х шестой раз, и х седьмой раз, и х восьмой раз, девятый раз, 10 раз, 10, 11 раз, 12 раз. Это октава, октава, октава. То есть я когда зажал 12 полутонов на гитаре, я дошел до середины струны. Соответственно, получается уравнение х квадрат равно 2, х в 12 степени равно 2. Поэтому увеличение на один полутон означает сокращение длины струны в корень 12 степени из двух раз. Или что то же самое, поднятие частоты издаваемого звука в корень 12 степени из двух раз. Так, а при чем тут ля и ми? Что происходит с ля и ми? Почему 7 полутонов звучит гармонично? Давайте возведем х в 7 степень. Это будет 7 полутонов. Корень 12 степени из 2 в 7. Или что то же самое, 2 в степени из 7 в 12. Что в нем такого приятного, хорошего? Вот. Когда-то в древности изобрели вот эти темперированные клавиры, точную запись музыки. На гитаре это очень хорошо видно. У фортепьяно все это тоже прячется, только внутри там можно найти. Если открыть рояль или фортепьяно, там тоже будут найдены такие струнки. Так вот, суть вот в чем. Вот это число очень близко к числу 3 вторых. Если вычислить на калькуляторе, получится очень большая точность. А это означает, что ми приблизительно в полтора раза выше, чем предыдущая ля. То есть подъем на 7 полутонов практически эквивалентен тому, что мы поднимаемся в 3 вторых раза. И естественно, от этого тоже получается, что у нас очень много верхних обертонов совпадает. Потому что любое кратное, потому что любое целое деление вот этого отрезка тоже будет целым делением всего отрезка целиком. И соответственно, любое деление исходного отрезка на количество кусков кратное 3 будет и делением вот такого вот 1 треть этой струнки. Ну и соответственно, 2 третей тоже. То есть когда мы оставили 2 трети, подняли частоту в 3 вторых, это мы примерно поднялись на 7 полутонов. И у нас будет опять очень много общих обертонов, и это звучит как приятное созвучие, как аккорд. Вот. Оставшиеся от 4 третьих, да, если мы домножим 3 вторых на 4 третьих, получится как раз 2, то есть получится октава. Оставшиеся 4 третьих, это как раз 5 этих самых оставшихся полутонов, что соответствует формуле 2 в степени 5 двенадцатых, очень точно равно 4 третьим. Точно, но не стопроцентно. Стопроцентно этого быть не может. По нашим математическим теоремам, это число и это число тоже является иррациональным, не записывается никакой дробью, не может быть записано в виде целого числа делить на какое-то другое целое число. Поэтому вот этого точного равенства быть не может. Я слышал о том, что в Индии есть инструменты, в которых на 19 частей делится октава. То есть у них как бы полутон, это 1 девятнадцатая октавы, то есть корень 19 степени извлекается из двух, и с уже прям огромной точностью 12 ихних вот этих делений дает 3 вторых. То есть если на таком индийском инструменте отступить на 12 из 19 полутонов вверх, ну я не знаю, как у них это называется, вот, на 12 из 19 делений вверх, то получается гораздо более точное совпадение с числом 3 вторых. Поэтому тот инструмент прямо звучит так, что это бальзам на уши, реально. Ну вот про музыку и математику, в принципе, много чего интересного можно сказать. В частности, в полутонах мажорный аккорд почему-то воспринимается нашим ухом, если прибавить в начале 4 полутона, а потом 3 к любой начальной ноте, а минорный, если в начале 3, а потом 4, то есть первая и последняя из трех нот аккорда будет одинаковая, она как раз отличается на эти самые 7 полутонов, а вот дополняющая будет здесь идти через 4, а здесь через 3. И вот, казалось бы, какая может быть разница, а разница вот такая. Оцените вот это. Хочется спеть что-нибудь такое, да, мажорное. И это вот 0,4,3 было. И вот такое. И сразу песенку споем мы у костра. И так далее, да. Вот, то есть это как бы тут же наводит нас на минорный лад. Вот так вот музыка и математика, казалось бы, что может быть общего? А общего так много, что даже вот в нашей тусовке математической мы дружим с музыкантами, у нас тесные связи, и мы ходим на концерт, очень любим и ценим музыку. Ну и как бы музыкантов понимаем быстро. То есть математики музыкантов схватывают с полуслова, с полутона. В темноту ночи кричишь халяву. Оооо. Ооо. Санят院. Субтитры создавал DimaTorzok